День независимости, Хэллоуин, Рождество – праздники, которые отмечаются осенью, зимой, но никак не летом. При одном исключении, если речь идет об английском летнем лагере Лингва. Этот школьный лагерь представляет из себя диалог культур – американской, латышской и русской. И как же еще представителям разных культур найти общий язык, если не через традиции? Уже 16-й год из штата Висконсин в Дагу посприезжают педагоги-волонтеры, благодаря которым наши школьники могут узнать особенности другой культуры. И попрактиковаться в использовании английского языка. В этом году лагерь, который собрал более полусотни школьников, работает на базе 16-й средней школы. Можно общаться с новыми людьми, заводить новые знакомства, изучать чужую культуру, американскую. Я до того, как первый раз пошла в лагерь, никогда не общалась с людьми, у которых родной язык английский или американский. То есть я могу пообщаться с носителями языка и таким образом улучшить свой язык тоже. В нашем лагере как маленькие школьники 9-10-11 лет, так и постарше, которым 15-16 лет. И, конечно, у них разные уровни. Мы стараемся помочь каждому из них улучшить знания английского языка через упражнения, пазлы, книги, рисование, искусство. В лагере работают педагоги как с многолетним опытом, так и начинающие. Они не находят больших различий между преподаванием американским и латвийским ребятам. Как признается Кэтрин Мёрфи, дети везде одинаковые. Я преподавала в Америке почти 40 лет и за это время поняла, благодаря детям педагоги остаются молодыми. Они поддерживают в нас молодость. Благодаря им на моем лице улыбка и очень немного седых волос из-за детей. В течение трех недель школьники, среди которых не только дагуфпилчане, но и ребята из Илукста, Венспилса, Ливан, постигают тайные науки, приобщаются к миру искусства, организуют развлекательные мероприятия. И все это на английском. Кстати, выходные американские педагоги посвящают знакомство с Дагуфпилсом. Мне нравится город, мне нравится ездить на общественном транспорте. Это приятно. В Америке, если говорить о моем опыте, мы используем личный транспорт. Конечно, хорошо быть независимым от транспорта, имея машину, но здесь мне нравится добираться на работу на автобусе. Также здесь вокруг так много истории. В прошлые выходные мы были в крепости. Это потрясающее место. Большинство мест в Америке, особенно оттуда, откуда я приехал, не имеют такую древнюю историю. Через неделю лагерь закончит свою работу. Но только до следующего лета, когда в наш город уже в 17-й раз приедут иностранные педагоги, чтобы вновь продолжить диалог культур. Продолжение следует...